Посмотрели видео про сезон? Я рассказал всё, что знаю сам, что мог найти интересного, но на протяжении последних недель надо мной гирей висит вопрос, который я постоянно встречаю в комментариях или в чате на стриме. Что делать с засолкой контрактов? Нужно ли засаливать в этом сезоне? Что поменяется? Зачем это вообще делать? И так далее. И да, хоть в этом сезоне наработанная годами система изменится, кое-что об этом рассказать всё же можно. Но сначала я напомню, как важно подписаться на канал, чтобы смотреть каждое видео вовремя и следить за всеми самыми интересными новостями. Например, вот этой ночью минувшей я сделал сразу видос по статье на этой неделе в Банже. Для вас это просто кнопка, а для меня очень важная отметка, идущая на пользу каналу и сообществу. Для начала, для самых маленьких. Что такое засолка контрактов и зачем она нужна? Если ты это знаешь, то перематывай вот на эту отметку. Засолом называют оставленные контракты, задания на которых ты уже выполнил, но при этом сам контракт не сдал. То есть как бы награду не получил, выглядит это примерно вот так. Прикол в том, что любой выполненный контракт не имеет срока годности и может лежать в таком законсервированном виде хоть 10 сезонов подряд. Наверное. Для чего? Всё просто. Опытные игроки, то есть именно та часть аудитории, которая хочет как можно насыщеннее и быстрее осваивать новый контент сезонов и дополнений, оставляет контракты для того, чтобы сдать их в первый день после релиза нового контента. И получить сразу большой кусок игрового опыта, который знатно так прокачает сезонный артефакт и сезонный пропуск. Ты можешь конечно возразить, что смысла в этом нет, иначе получится, что за первый день ты откусываешь от сезонника порцию, которая рассчитана на полторы-две недели и может быть ты в какой-то мере будешь прав. Но ведь я сказал, это делается теми игроками, которым нужно получить доступ к эндгейм-контенту как можно раньше. С релизом больших дополнений, вроде за гранью света или обителью теней, эта фича полезней, поскольку с ними всегда выходят новые рейды, подготовка к которым у сильных команд обычно проходит в максимально сжатые сроки и является первоочередной целью. Однако с новыми сезонами это тоже может принести немало профита. В том же сезонном пропуске постоянно есть полезные бонусы на сезонные активности, например установка флага в охоте на гневорожденных мне была доступна сразу со стартом сезона, и мне не пришлось качать сезонник долго и нудно. Теперь, когда я рассказал для чего это делается, давай определимся как правильно это делать, и в чем ситуация с засолкой между 12 и 13 сезоном отличается от опыта прошлых сезонов. Все дело вот в чем. Банжи анонсировали еще в середине 20-го года, что система контрактов в игре их не устраивает. Тогда заговорили о том, что для них даже слишком много времени тратится на сбор. Эту проблему решили, добавив возможность забирать контракты через приложение на смартфоне, и тогда же начали рассуждать о том, что игроки не должны делать пачками одни и те же недельные контракты для того, чтобы получить побольше опыта. Поскольку они в этом плане были и остаются самыми профитными. Изменения изначально планировались уже в этом сезоне, но фактически мы увидим решение в следующем, как раз в 13 сезоне. Как можно заметить на скриншоте диалога с Шаксом из 13 сезона, в его ассортименте больше нет недельных контрактов. А значит, что в следующем сезоне модель выполнения контрактов все же изменится. Поэтому с такой опаской сейчас и задаются вопросы, а нужно ли контракты засаливать. Лично я решил засолить только ежедневные контракты, чего советую и вам. Да, количество опыта за них будет меньше. Однако, их можно даже за оставшиеся полторы недели до нового сезона накопить предостаточно. Контракты Авангарда, Гарнила, Гамбита, Оружейника, Варикса, Деври, Монейры, Шоу Хана, Эрис Морн. Все ограничивается только тем, сколько вы готовы уделить этому времени и только тому, сколько у вас есть свободного места под контракты. Кстати об этом. Новые игроки зачастую путаются и не понимают. Как ты набрал 40 контрактов? У меня их дает взять только 5. Гляди, вот тут указано сколько слотов у тебя занято из доступных 63. В счет идут не только маленькие ячейки контрактов, но и квестовые. Так что если у тебя скопилось много квестов, которые ты откладывал на потом, то они тоже занимают место и не дают тебе уставить все засоленными контрактами. Итак, допустим вы накопили кучу контрактов, новый сезон стартовал, можно сразу сдавать? Не совсем. Во-первых, убедитесь, что в вашем призраке установлен мод на максимальный бонус к получаемому опыту. Затем, никогда не сдавайте контракты в соло. Всегда залетайте с приятелем на любую локацию, просите знакомых зацепиться и поражаться. Проверяйте, что у вас есть вот такой баф, который еще увеличит получаемый опыт, и лишь потом прожимайте контракты. Баф иногда багается, так что если с первого раза его нет, просто перезалетите на место. И конечно, не сдавайте контракты, пока не получите сезонный артефакт, чтобы весь опыт также пошел в его прокачку, и вы как можно скорее получили доступ ко всем модификаторам. В общем-то, если вот так вот в двух словах отвечать на эту пачку вопросов, на эту тему, это все. Надеюсь, теперь многим станет ясно, что такое засолка и почему про нее так много говорят. Не забудь поставить лайк этому видео и удачной, легкой подготовки к сезону. До связи!